Чёрная пятница в этом году пришла вовремя, и на криптовалютный рынок тоже. И самое время спросить себя, высокое здание или всё-таки петля. Первый раз? Нет, Джеймс, уже не первый раз. У меня уже иммунитет выработаться успел. И этот иммунитет уже настолько силён, что в действительности я должен задавать совершенно другой вопрос. А что вообще может пугать меня в цене биткоина? Потому что то, что меня пугает, является хорошим индикатором того, когда покупать. Эта книга, обложку которой вы видите на экране, научила меня тому, как важно быть полной противоположностью большинству на рынке. Все эти СМИ, выпускающие новости, худшие кандидаты на роль финансовых советчиков. Вы можете поставить видео на паузу и посмотреть этот график, на котором отображены различные новости с такого большого инфоресурса, как CNBC. Как мы видим, практически всегда нужно было делать всё то, что было написано в новостях, наоборот. Вот в чём секрет. Кстати говоря, это не финансовый совет, потому что я не финансовый советчик. Поэтому я спрашиваю, падение до 6 тысяч долларов – это страшно или нет? Ну, я бы не сказал, что это страшно. Такое чувство складывается, что практически все ожидают падения до этих уровней, которых видят что-то вроде поддержки, которая остановит биткоин от свободного падения. Если смотреть на объёмы, то мы видим, что где-то на отметке в 6 тысяч 400 долларов люди бежали на перегонки, чтобы купить биткоины. А значит, разговоры о какой-то поддержке в этом диапазоне всё-таки чем-то подтверждены. И теперь пора задуматься, а не потому ли, что все ожидают такой сценарий, биткоин совершит нечто неожиданное и неожидаемое? К примеру, поддержка кажется значительно ниже или выше этого уровня. Часто задаваемый вопрос, который мне адресуют, звучит так. Напугает ли тебя возможность падения биткоина ниже 6 тысяч долларов? Вероятнее всего, да. Однако это может и не произойти. Локальное дно окажется на уровне 6 тысяч 400. Смотря на графики, я не вижу причин не называть уровень 6 тысяч долларов сильной поддержкой. Но представьте, что вы сейчас хотите заходить на рынок. Судя по всему, огромной возможностью купить будет падение цены ниже 6 тысяч долларов. Но почему же ты говоришь, судя по всему? По-почему? Ты просто не мог сказать. Просто скажи, что это самая большая возможность поколения. Ты же так и хотел сказать. Да, именно это я и хотел сказать. Я так говорю, потому что я действительно в это верю. И не готов предавать свои мечты из-за каких-то падений и взлетов. С другой стороны, действительно медвежьей стороны, мы можем видеть аргументы. Мол, биткоин теперь торгуется только бумажный. Это то, чего с ним не происходило за все время его существования до 2018 года. Именно это и влияет негативно на курс. Поэтому биткоин обвалится к чертям. И его цель одна тысяча долларов. Тон Вейс все это время был прав. Даже не думал, что я когда-то буду об этом шутить. Друзья, я могу уважать чужие точки зрения и приветствую это. Но если я ничего не упускаю, у нас уже есть один пример из прошлого, который я вам сейчас и покажу. Золото. Да, это золото образца 1960 года. В 60-х годах центральные банки манипулировали ценой золота публично, в основном посредством лондонского золотого пула. Это была эра фиксированной цены золота в 35 долларов за унцию. Не будем на этом останавливаться, поехали в 1970-й. Центральные банки продолжили подавлять цену золота в 1970-х, как посредством попытки демонетизации золота, так и вбрасывая золото на рынок в целях сдерживания цены. Теперь 1980-й год. Цена золота стремительно росла. Но те же центральные банки, которые участвовали в лондонском золотом пуле, снова встретились в закрытом БМР в Швейцарии по настоянию казначейства ФРС США. В попытке создать новый тайный золотой пул для управления ценой золота. И это, ребята, продолжается с тех самых пор и до сегодня. Теперь вы можете с удовольствием шортить золото, продавать физическое золото, но куда бы вы ни пошли с идеей купить золото, получите бумагу вместо него. Вероятно, два самых влиятельных изменения на золотом рынке это замена физического золота бумажным и ведение торговли золотыми фьючерсами. Итак, если рынок золота переживает такие атаки уже на протяжении 60, если не больше лет, то по идее этот рынок должен был уже умереть. И золото вместе с ним. Однако, это график золота по отношению к доллару. На данный момент оно потеряло около 23% от своего исторического пика. И такое падение на самом деле впечатляет, учитывая, что это происходит после почти 5 лет консолидации и чуть ли не 10 лет бычьего рынка. Но является ли справедливым такое прямое сравнение золота с биткоином? Конечно же нет. В сравнении с биткоином золото является намного более худшим активом. После следующего же халвинга, когда инфляция биткоина упадет с 3,8% до 1,8%, золото станет еще хуже. Потому что халвинг сделает биткоин самой трудной и сложной формой денег, когда-либо существовавших. И даже золото не сможет с ним сравниться. А все потому, что кроме этого биткоин намного удобнее транспортировать, делить и рассчитывать. Поэтому я вовсе не обеспокоен происходящими событиями на рынке. Учитывая, что даже несмотря на это, биткоин все равно в два раза дороже, чем был в начале года. Поэтому где-то здесь прячется невероятная возможность купить биткоин. И я решил провести опрос. Он будет в телеграме, ссылка на который будет в описании под видео. Когда вы собираетесь покупать биткоин, варианты ответа – никогда больше. Все кончено, я разочаровался. Второй вариант – сейчас. Третий вариант – около 6 тысяч долларов. Четвертый вариант – ниже 5 тысяч долларов. И пятый вариант – дороже 10 тысяч долларов, когда слишком долго ждал хорошей цены входа. Тем временем Китай банит биткоин. В который раз это уже происходит? Курс биткоина упал ниже 7 тысяч долларов из-за планов Китая по ликвидации криптобирж. Честно говоря, надоели уже такие резкие повороты этого китайского автомобиля. Ну никак не определяться, ей богу. Но учитывая, что недавнее падение началось как раз таки во время торгов азиатских трейдеров, эта новость приобретает некоторую легитимность. Поэтому давайте углубимся в эту тему. Вот так выглядит официальное заявление. Насколько я смог понять, они хотят закрыть внутренние торговые площадки, будут ужесточены дальнейшие правила регулирования забугорных площадок, которые обслуживают внутренних резидентов, и еще то, что инвесторам не стоит путать блокчейн-технологию и криптовалюту. Что ж, похоже, именно Востоке стал причиной недавнего падения биткоина. Однако в этом есть и плюс. Вот такие резкие свечи рано или поздно перекрываются. В этом случае мы не только ее перекрыли, но даже еще чуть-чуть ниже опустились. Это конкретно то, чего мы ожидаем от неопределившейся позиции страны. Однако не только их настроение, но и детали нового заявления остаются непонятными. Допустим, они хотят прикрыть внутренние лавочки, но какого вида регуляции они хотят применить к забугорным, обслуживающих их резидентов, то есть китайцев, пока что неизвестно. Тем не менее, это не первый раз и, я думаю, не последний, когда Китай что-то подобное чудит. Вероятно, зарабатывает деньги. И сюда нужно вставить эту стенку. Китаец. А, ура, я продал биткоин на самом пике! Теперь надо как-то двинуть цену вниз. Китаянка. Скажи, что Китай банит биткоин? Да, ну, этот способ уже все знают. Что, реально прокатит, что ли? Мы уже так раз 20 делали. Но ведь до сих пор это работало. А, да? Ну, тогда ладно. Привет, интернет? Да, это Народный банк Китая. Мы баним биткоин прямо сейчас! О мой бог, Китай банит биткоин! Продавайте кто может! Распродавайте все, глупцы! Какое удивительное время для властей Китая. Пампить и дампить биткоин. И зима, и не все дела. В любом случае, спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки. Благодаря им я смог вылезти из этой болезненной депрессии. И, возможно, поэтому пошел на поправку. Но меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого!